Одной из главных международных тем последних дней потеплению отношений между Южной Кореей и КНДР сегодня посвящен авторский комментарий Михаила Леонтьева. Однако здравствуйте! Главная новогодняя сенсация – резкое потепление в отношениях между двумя Кореями, которые вот только что балансировали на грани войны. И вопрос, что это – результат беспрецедентного давления США или результат провала этого давления? Ответ, собственно, очевиден. Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу. Честно говоря, терпение иссякло. Это Трамп полгода назад. Все это время Трамп бомбил Ким Чен Ына угрозами, оскорблениями и военными маневрами. На что Ким Чен Ын отстреливался ядерными испытаниями и ракетными пусками. Касательно оскорблений, северокорейскому вождю опыта не занимать. Во всяком случае, у Трампа. Я сказал Рексу Тилерсону, нашему замечательному госсекретарию, что он даром тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким человечком-ракетой. Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что требуется. Писал Трамп в Твиттере еще в октябре. Когда же наконец выяснилось после консультации с военными, что то, что требуется, Америка сделать не способна, не подставив себя под неприемлемый ущерб, Трамп замолк. И корейцы получили шанс решать свои проблемы самостоятельно. А президент Трамп тут же заявил о готовности начать переговоры с руководством Северной Кореи в подходящее время и при соответствующих обстоятельствах. И пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выклеваю. Всю жизнь работать на лекарства будешь, сарделька, сосиска, редиска, новохудоносор, петух гамбургский. Так бы и сказал. При этом главная тема, от которой не может отойти Трамп, и который вынужден придерживаться его южнокорейский коллега Мунджиин, это денуклеаризация корейского полуострова. То есть, по сути, отказка НДР от своей ракетно-ядерной программы. Однако, как только южане заикнулись об этом на переговорах, северокорейцы высказали жесткий протест и вопрос немедленно унесли под ковер. До сих пор предыдущие американские администрации пытались давить на Северную Корею санкциями. Те же торговались и лавировали. Но от ядерной программы, развиваемой последовательно последние 50 лет, не отказывались никогда. Потому как видят в ней единственную гарантию своей безопасности. То есть, разговоры о том, что корейские ракетные и ядерные испытания – это реакция гордого Ким Чан Ина на давление США, выглядит не совсем убедительно. Какие и чьи гарантии безопасности могут заменить Северной Кореей ядерный щит? Во всяком случае, не американские. Этим пацанам уж точно никто не поверит. В результате межкорейского диалога Северная Корея отказалась от бойкота Олимпиады, объявленного всего месяц назад. В Пьенчане КНДР будет представлена спортсменами, группой поддержки, официальной делегацией и культурной программой. Все мероприятия пройдут под северокорейским флагом. Напомним, что на прошлую зимнюю Олимпиаду спортсмены КНДР не попали, не прошли квалификацию. А вот интересно, куда смотрит могучая ВАДА? И точно ли они убедились в том, что в Северной Корее отсутствует государственная программа поддержки допинга? Спортсмен нынешний, только тот, кто может порвать пасть. И наглядный пример тому Северная Корея. Однако, до свидания. Продолжение следует...